Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, мы будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется ЦАФ. Заповедовал, опять заповедовал нам много заповедей. Что поделать? Книговая икра наполнена заповедей в нашей главе. Ну, вообще, сложно понять эти заповеди, какое отношение имеют на первый взгляд к нам. Это заповеди все связаны с подношениями в храме. И я не хочу вдаваться в подробности этих подношений, что, кого, куда режут, где брызгают и так далее, дабы не затрагивать тонкий хрусталик души слушающих меня вегетарианцев, наученных горьким опытом, потому что буквально недавно в моей синагоге, где между Минха и Мариев, я всегда даю короткий урок по ежедневному разделу из Сефера Митсвот Рамбама. И как раз мы обсуждали детали жертвоприношения. Один человек, который ярый, воинствующий, я бы сказал, вегетарианец, он со скандалом покинул помещение, поэтому Машех придет, он уже практически пришел, храм будет отстроен, и там мы разберемся, чьи чувства мы будем или не будем обижать, и как это все будет происходить. Но, как вы знаете, что сегодня заповеди, то, что у нас находится вместо, так сказать, жертвоприношений, это молитва. По одному из мнений в Вавилонском Талмуде, мнение Раби Ашоа, молитвы, ежедневные молитвы, Шахарид Минхай Равид, были установлены вместо ежедневных подношений в храме. И здесь я бы хотел поговорить о небольшой боли, которая у меня есть, и которой я, наверняка, с вами много разделился, буквально опять недавно позвонила мне одна замечательная женщина, хотя лично с ней пока еще не встречался, и сказала, Раби, помолитесь за моего мужа, я заплачу. Я говорю, заплатить не заплатите, приходите в шаббат, вместе обязательно помолимся. Она говорит, ой, передайте мои благодарности вашей жене, я знаю вашу супругу, она такая приятная женщина, спасибо, что она вместе с вами тоже будет молиться. Я, честно говоря, сначала не понял, что имела в виду женщина, потом до меня дошло. Она даже не думала о том, что я обращаюсь к ней, чтобы она пришла, помолилась. Она думала, что мы вот так с моей женой работаем во всем тандемом, что действительно так, но я подумал и ответил, дорогая женщина, мы не только со своей женой вместе, но и со своей общиной вместе, со всей общиной и с вами в первую очередь вместе мы будем молиться за вашего мужа. Ну, несколько шаббатов уже прошло, до сих пор жду эту женщину. Дамы и господа, Всевышнему не нужны чьи-то молитвы, ему нужны ваши молитвы, точно так же, как мои, а зачастую гораздо больше. Говорит об этом пиатрый любавишеский рэб, рэб Рашаб, что когда придет Машех, мы будем скучать об этом времени. Почему? Потому что там построится храм, у нас четко описан регламент, как, кто, будут там священники, кто делать подношения, будет молитва в том формате, который мы знаем сейчас, не будет, мы не знаем. Но сегодня нам не нужны священники, сегодня молитва — это мое личное, тет-а-тет с Богом, у нас еще есть время, Машех уже практически здесь, оглянитесь вокруг, но у нас еще есть возможность не жалеть о бесцельно прожитых годах, как говорит об этом рэб Рашаб, о последних годах перед приходом Машеха, мы еще можем устроить наше тет-а-тет с Богом, причем абсолютно регулярно. Всевышнему нужна ваша молитва, не упустите шанс, поговорите с ним напрямую. Успехов, до встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok